Ой, ой-ёй-ёй-ёй. Ладно. Из этого мусора я возьму газоса на аукционера. Это плохая карта за воина, заклинаний, как правило, очень мало у воина, и как-то что-то подровать вряд ли получится. Плюс недостат 4-4 за 5, это тоже слабовато. Но учитывая то, что другие карты, это ужас. Секрет кипер у воина секретов нету, и 1-2 за единицу ничто. Как-то донести ещё единицу урона воинам мы не можем, поэтому это точно отпадает. Да и 2-3 за 3, это тоже сильный недостат и очень слабо. Я возьму газоса на. Сниму хоть какой-то прок, может быть. Ещё ужасные карты. Ладно. 1-1 за единицу не берётся, потому что толку с этого никакого. Огрмаг, спеллдэмэдж нам не нужен. 4-4 за 4. 4-4 за 4, ладно, это ещё как-то можно простить. Ну, минус спеллдэмэдж. Лордов арены. Причём спеллдэмэдж-то как раз-таки за воина может действительно в минус играть. Из-за других классов он в любом случае хоть либо никак не играет, либо играет в плюс. За воина он может играть в минус, и тот же верлин там наносить больше урона по себе. Поэтому такое. Лорд арены. Да, тоже недостат. Наверное, я всё же возьму его. Не знаю. Кто-то агрессивный хоть какой-то. Да, давай возьму его. Здесь довольно простой арка-найт рипер, хотя... Ну, не сказать на самом деле, что простой, потому что я считаю, с тигром они на равни. Всё же лучше чуть-чуть арка-найт рипер. Если бы это был уже второй выбор, да, второго я имею в виду, один вэпун бы уже у нас был такой. Я бы взял бы тигра. Ну, а так я возьму этот вэпун. Тигр тоже здорово, 5-5 за 5. Это за пятёрку, да, все три карты за пятёрку. Это провисание по здоровью, и Battle Cry не такой уж классный, чтобы брать эту карту. Поэтому, так вот. Ну, я, наверное, возьму Уза. Потому что... Ну, у нас уже, да, сразу есть три лейтовые карты, и брать ещё одну пятёрку мне не хочется. Хотя пятёрка хорошая, и, ну, в любом случае, они с Узом примерно наравни по ценности. Как первая карта, первый дроп, первый пик. Но здесь я возьму Уза, эта карта немного хуже. Хотя это тоже довольно полезно. Это хорошая карта, это нормальная карта. Ещё один мусор. Рэмпидж может сыграть с Гаджи-саном. Надежда на это как и есть. Есть, но ужасно маленькая. То есть тебе нужно и Гаджи-сан, чтобы стояло, и Коцанное существо стояло, и тогда ты сможешь Рэмпидж наложить. Так какова такая вероятность, что так сыграет? Я считаю, что очень маленькая. Ну, ладно, не сказать, что уж прям очень, но редко-редко будет происходить. Это ерунда. Мэтс Сайнтис 2-2 за 2. Секретов у нас нету. Нам упорно предлагают существовать с секретами, но... Мы от них будем упорно отказываться. Здесь тот случай, когда я возьму Авлу. Потому что Сайленс полезнее всего остального. Просто тупо Сайленс. 2-1 тушка, это плохо. Ну, ладно. Ещё плохие карты. Ну, наверное, я возьму Гризли. Гуля. Не знаю, может быть и Гуля. Просто я не чувствую, что Гуля в этой колоде сможет себя хорошо проявить. Если бы у меня там набиралась куча эрлигейма, если бы были бы фарь вораксы, Гуля бы хорошо бы себя показывала. Ну, вообще на войне она показывает себя, как правило, не так уж плохо. Но... Сейчас... Не стоит на это надеяться. Что лучше, Розафенхантер или Гризли? Если честно, я даже не знаю. Я гляну даже у Трампа, как он расценивает эти карты. Пока мне хочется взять Гризли больше. Если он как-то сильно... Вряд ли я, конечно, сильно изменю свое решение, но... Сейчас же интересно. Они даже у Трампа стоят. Гризли вышины одну строку, чем Розафенхан. Весело. Да, возьму Гризли. О, боже мой. Варсон Коммандер. 2-1 за единицу. Ужасно. Висп. Ужасно вдвойне. Это ужасно, но... Ладно. Спектр Алкнайт. Две очень плохие карты. 2-1 ерунда. 2-2 за 3 тоже ерунда. Дилван Дэмэдж ничего не дает. Спектр Алкнайт, ну, хоть что-то. Ну, вообще хорошая карта Спектр Алкнайт. Не будем говорить о нем, что хоть что-то. Наверное, Таскмастер. Вся и Слэм хорошая карта. Варсон Коммандер худший здесь. Недостат. Тем более, один есть. Нам двух точно не надо. Таскмастер. Ван Дэмэдж это дело. Ван Дэмэдж это все же... То же самое, что Рэйфлмэн получается. Только с небольшим еще и бонусом. Да и стоит на 2. Это хорошая карта. Да, я возьму ее. Ого. Точно я не буду в Брайтинг Мастера. Эта карта бесполезна. Ну, нет, она не бесполезна, но на Шамане и на Паладине нормально ее взять. Можно что-то придумать. На Войне, я думаю, что все же плоховато. Хогер или Дезвинг? С одной стороны, Хогера немного получше. Вот если бы у меня была колода изначально с классными карпами, ну, хорошими, да, то я бы взял Хогера. Просто за стабильность. Но что-то мне подсказывает, что тут мне стоит взять Дезвинга и просто упивать на его Баттл Край. Что он будет рисовать игры. Да, давай возьму Дезвинга. Брать, это такие парни, я считаю, очень похожие. Лорд оф Арена и Бодибэй Бодигвард. У обоих. Да, плюс один, и, соответственно, плюс один, плюс один. Оба очень слабые по здоровью для своей цены. Но, как бы, пятерка это все же намного лучше, чем четверка. Четверка это, ну, как угодно можно снести. Практически. Поэтому от нее я откажусь. Кобальт просто 2-2 за 2. Дверлинг, ну, зачем ты нам нужен, Голи? Ты нам не нужен. Хотя... Да, я возьму все же Верлинг вместо Кобальта. Может быть, хоть какая-то польза от этого будет. 2-2 за 2, бесполезно. О, ну, очень простой Фротинг Берсекер, потому что... Дефендеров Аргуст не очень хорошо на войне играет. Не так уж много у нее существ. Тем более, у нас пока ни одного расцепного. Вайлот Титчер, опять же, не очень играет, потому что заколенаний у нас немного. Верлинг нам будет только убивать наших 1-1. Ну, а Берсекер классная очень тройка. 2-4 не такие же плохие характеристики, плюс очень и очень просто его раскачать, поэтому берем его. Клифф. Опять же, очень просто. Корхаунд 5 здоровья за 7 очень мало. Это, Горгули, бесполезно. Можно максимум Таскмастером ее сделать 3-4, что она что-то сможет сделать. Но это нет, это ерунда. Кнайп Жонглер. Да. Армор Смит все же слабоватый единица атаки, поэтому мы от нее откажемся. И сильно нам и армор-то не нужен, у нас всего пока один вэпон. Мортал Страйк это плохой фаербол, причем сильно плохой фаербол. Поэтому от него тоже отказываемся. Жонглер очень хорошая двойка, 3-2 и имеет хорошую способность. И здесь Даркарен Дворф, проседаем по четверкам. раз, отличная карта, два, Батл Край тоже хорошие, три. Да, это дороговато и все же не до стат. Это у нас есть и первую ты с Трестом брали. Что, а вторая говорит. Элементарный Десбайт, Иннер Рейдж, да, мы только здесь не видели. Ну, толку от него тоже не очень-то много. Да, конечно, может с Гаджетсаном там что-то сработать, можно продать, но нет. Только ради этого его брать не стоит. Все же слабоватый эффект у него. Десбайт самый том. Зомби. Конечно, зомби. Несравнимо зомби, потому что Гаргуля ерунда. Это тоже ерунда. 2-2 за 3 слабо, слишком слабо. Зомби нам позволит стол держать. Здесь скорее всего слэш-баучер. Хотя и, конечно, яйцо можем активировать. Ну, даже не очень-то активно, всего две карты. Не, это мало. Я беру слэш-баучера. Все на самом деле карты достойные, но яйцо даже хуже всех. Импмастер тоже очень неплоха. Но минус то, что от десбайта будет умирать импы. Но, опять же, она хорошо зато с жонглером играет. Что тоже здорово. Ну, нет. Слэш-баучер наш выбор. Update Commanding Shot Mortal Strike. Хм. Я не фанат апдейда. Апгрейда. почему? Не знаю. Если бы у нас было бы больше оружия, если бы у нас в сфере Варакс был, я бы взял бы его. Ну, хотя бы три, да. Для двух не уверен. надеяться, что придет еще. Ну, можно, конечно, но как-то. Commanding Shot за двойку дровнуть карту плюс... Ну, за двойку дровнуть карту уже, в принципе, не так уж плохо. Эффект не сказать, что классный, но, я думаю, пойдет. Пользу какую-то вытащить с этого можно. Да, я точно не хочу Mortal Strike. За слабо. Нет, я возьму апгрейд. Почему апгрейд? Потому что мне не нужно слишком много дровов набирать. У меня есть дезвинг. Мне лучше какую-то ценность выбивать. О, Громхол или Бравл? Ну, Бравл я брать не буду, хотя я очень ценю эту карту и ценю примерно так же, как Горхол. Но у меня есть дезвинг, он делает то, что делает Бравл. По сути. Мурлок 3-3 это слабо. А оружие большое, здорово. Тем более, мы взяли апгрейд только что. Харвест Голем очень простой, потому что классная тройка, всегда ее хотим брать и с удовольствием возьмем. Комбо с Warzone Commander два раза можно разбить. Тоже здорово. Ферри Драгон хорошо, но все же хуже, чем Харвест. М. Но Фрост Вульф вряд ли у нас сыграет хорошо в нашей колоде, мы от него откажемся. как правило это будет 5-5 и даже периодически 4-4 вот вся сила в Ствульфе. Это не серьезно. Наверное, я возьму Пантеру. Все же это какое-то существо и я считаю это немного лучше, Героик Страйк. Хотя Героик Страйк можно продать, что это тоже неплохо. Нет, я наверное возьму именно его. Да, и это и это 4 урона наносит, но это дешевле. У нас нету начальных вэпонов, и это просто как ремовы будет. Пристосовый лун. Да, видимо, здесь придется взять батл рейдж, хотя и не хочется брать батл рейдж, потому что ну ладно и комбо с Верлиндом. Минус то, что опять же Дезвинг не хочешь многого набирать дрова, но ладно, потому что другие карты плохие. Эта карта дает нам две наши способности с диким недостатом для шестерки. Нет, не хотим. Еще один Даркарен Дворф. Все же я его больше чем Криф люблю. Вис бесполезен. Ну и четверку у нас приседаем в четверках. А здесь лут Кордер. У нас очень много дрова. Ну и как немного. Нифига немного. Две карты на дрова по сути. Давай Пантеру возьму лучше. Или нет. Что у нас из раз из существ, которые можно на стол поставить сразу раз, два, три. Не, у нас на самом деле очень мало существ, поэтому я возьму лутхорбера. Просто для начального занятия стола. Здесь Шторминг Найт намного больше, чем Розафрен Хантера люблю, потому что может сразу убрать какую-то три-два. Ну а ноль-четыре Таун бесполезен. Спектрол Найт или Бесс Энжин Шелдмастер. Хм. Это реально близкие карты. Мне кажется, я достану возьму Сэнжина, потому что это просто четверка, которая займет стол. Ну, у меня такие все четверки. но хочет стерилизовать Баттл Край, да? Это тоже, ну, это нормально, на пустой стол выходит. Сэнжином можно защищаться от Неберсекера защищать, что же неплохо. Таун-то у нас есть. Не знаю. Не знаю, что и лучше. Давай я возьму еще один Таун, потому что у нас оружие такое очень серьезное, мы будем убивать сильно таких больших существ, поэтому мне кажется, мне Таун понадобится. Скарлетт Круссейдер, с удовольствием возьму ее, отличная тройка. Да, эти карты, ну, Ancient Brewmaster тоже неплох, условно. Даже в эту колоду он, я думаю, неплохо зайдет, но все же Скарлетт я люблю намного больше, и Arkmage ерунда в сравнении с этими картами. Ну, придется взять Культмастера, наверное. Опять же, не хочется брать много дрова, но ладно, что поделать. Wargolem Wargolem конечно сильно, но сильный у нас есть один. Как-то еще такого брать. Зачем он нужен? Возьму Культмастера. Кто-то пользует его. Последний нам придется взять Defender Fargus, хотя опять же, ничего не изменилось, сильно много существенно нас нету, чтобы их аргусировать. Ну, ладно. На одно существо будет уходить, как правило. Уже неплохо. Mortal Strike'ов нам много давали. От них мы все время отказывались. Давай. Первые пять пиков нам, конечно, просто таких давали, что ужас. И я думал, что это будет самая провальная арена из всех, что были. Но потом, в принципе, поднабралось, поднабралось и много карт действительно хороших дали. Не сказать, что там очень я рад Дезвингу, но Гор Холл, Гаслэч Баучер, Спектр Алт Найт, хорошие карты. Дарк Эренд Дворф, Дезбайт, хорошие. Скайлид Крусейдер, вот эти твитроки. Жонглер хорошо. Но в любом случае, мы, конечно, испытываем проблемы в Early Game. И что у нас есть на пустой стол зомби. Уз, Жонглер, Лутхордер. Четыре карты всего. Это мало. Фарь Вуракса нету. То есть с началом у нас проблемы. Хотя и тройки у нас действительно неплохие тройки. Ладно. Не сказать, что они все хорошие и Гризли плохая. Гризли нормальный. Ладно. Вот Warzone Commander плохая. Это пойдет. Эти тройки. Ну а дальше уже что-то посерьезнее, что-то поинтереснее.